Добро пожаловать в Тазовск! Сплавиться, ну либо опять же пройти где-то пешие маршруты тоже. Все возможно. Экспедиция – тема более длительная. К ней начинают готовиться примерно за год. Как у любого хорошо проработанного мероприятия, у нее есть цели – дойти туда-то, увидеть то-то, собрать что-то. Экспедиции по Ямала относительно безопасны. Участвуют в них бывалые путешественники. Плюс свой маршрут они обязательно регистрируют в окружном МЧС. А потом наслаждаются окружающим. В том году мы ездили, я первый раз на реках Ямала увидел мидий, речных мидий. Ну то есть мы ходили, там такое скопище мидий, там большие речные. То есть я вот нигде не встречал это. Чтобы мидий увидели и мы, Дмитрий самостоятельно научился снимать. А чтобы смотреть было интереснее, научился и монтировать. Говорит, ничего сложного. Интернет, опять же, видеоуроки, курсы какие-то. И потихонечку, потихонечку. Начинаешь побольше практики и все получается. Путешествия хороши в любое время года. На них обычно уходит большая часть отпуска Дмитрия. Неважно как, пешком, на машине, байдарке, лыжах, вертолете. Главное увидеть красоту родного края. Очевидно, удовольствие не из дешевых. В среднем 70 тысяч рублей ежегодно. Расходы из семейного бюджета. Снаряжение всегда приходится обновлять, что-то докупать. Появляются какие-то идеи новые, какой-то маршрут новый, под который необходимо какое-то специфическое оборудование. Поэтому приходится откладывать. Кто-то в поисках экзотики летит в Таиланд, Вьетнам или Мексику. Дмитрий Ждан же погружается в местную культуру. Общается с аборигенами, которых многие видят, дай бог, раз в году на Дне народов Севера. И коллекционирует не магнитики на холодильник, а ненецкий фольклор. Я собираю сказки ненецкие. Сам писал сказки. У меня есть книжка тоже ненецких сказок. Поэтому у меня по большей части интересы собрать побольше информации. И может быть в дальнейшем опубликовать и плюс что-то свое добавить. Под эгидой Русского географического общества действует проект «На север». В его рамках Дмитрий Ждан открыл и курирует одноименный канал на Ютьюбе, где в своих видео стремится показать северную природу, быт, а главное людей. Постарались не ограничивать только нашим Ямалом. Север он большой. И захватить может в следующем году Чукотку, ненецкий автономный округ, Мурманск, Архангельск. Сейчас Дмитрий Ждан с другими членами экспедиции готовится познать тайны Мангазеи и повторить исторический маршрут русских первопроходцев. Как всегда с конкретными ожиданиями. Посмотреть, где именно был Волок, как это все происходило, хотя бы представить в голове. Ну, в основном все равно это дойти до конца, изведать маршрут. Но это будет только в мае, а до того самая продолжительная экспедиция года для Дмитрия. 4 тысячи километров за 51 день вместе с Виталием Двореченко, тоже участником экспедиции «Тайны Мангазеи». Мы планируем проехать именно дальние, ну, такие удаленные поселки Ямала-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского затронуть немножко. Ну, почему выбрано именно зимнее время? Потому что, наверное, можно захватить больше всего поселков по зимникам. Дмитрий Ждан – действительный член Ямальского отделения Русского географического общества с 2017 года. Для всех, кому это важно, чтобы туда попасть, с природой нужно сделать три вещи. Надо любить природу, сохранять ее и изучать. С человеком, четко понимающим свои цели, встретились Константин Портных, Алексей Переведенцев, Дмитрий Шолохов. Новый Уренгой.